Трагическая авария на глубоководном аппарате АЭС-31 заслонила собой два других важных события этой недели – передачу заказчику плавучего атомного энергоблока и успешный пуск ракеты с космодрома «Восточный». Между тем, эти события объединены одной общей и крайне важной темой, имя которой – Арктика. Каким образом и при чём здесь новый фильм «Курск» и сериал «Чернобыль» – расскажем далее. На днях первый российский и единственный в мире плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» был передан заказчику. Теперь он будет транспортирован к месту постоянной дислокации в город Пивек Чукотского автономного округа, где будет снабжать электроэнергией населённый пункт и промышленный кластик. Это знаковое событие открывает перед страной широкие перспективы, ведь мы фактически нашли способ энергоснабжения самых удалённых уголков мира без строительства стационарной АЭС, а значит сможем оживить наши арктические территории. Более того, уже сейчас ведётся разработка плавучих блоков нового поколения с меньшей мощностью, но более дешёвых. Такие смогут стать отличным экспортным товаром и работать в составе береговых опреснительных станций, что решит проблему нехватки питьевой воды в засушливых странах. Событие вызвало малый интерес в России, зато шквал публикаций в западной прессе. Плавучую станцию окрестили «Чернобылем на льду» и принялись трубить во все трубы о её опасности для всего человечества. Всё это легло на благодатную почву, созданную прокатом сериала «Чернобыль», и мы докажем, что это не совпадение. Немало критики прозвучало в адрес американского сериала «Чернобыль» за искажение фактов и провоцирование атомофобий, но недавно вскрылись поистине удивительные подробности. Как оказалось, компания HBO, которая и сняла сериал, принадлежит холдингу «Time Warner», которым в свою очередь владеет телеком-гигант AT&T, большой долей которого владеет инвестиционная компания «Брукфилд», которая, и здесь самое интересное, является стопроцентным владельцем компании «Вестингаус Электрик», той самой «Вестингаус», которая была главным конкурентом «Росатома», но из-за ошибок в управлении погрязла в долгах и фактически выбыла из гонки. Ещё в 70-х годах она разрабатывала собственную плавучую АЭС, но не смогла довести проект до ума. Теперь это сделали мы, и это стало важнейшим кирпичиком в деле дальнейшего освоения Арктики, вокруг которой крутятся и другие сюжеты недели. В пятницу ракета-носитель «Союз-2.1Б» успешно стартовала с космодрома «Восточный» и вывела на орбиту 32 малых спутника и главный груз – российский метеорологический космический аппарат «Метеор М-2». Эта тема тоже связана с Арктикой. Метеор называют космическим «Нострадамусом» за способность предсказывать скорость таяния льдов, измерять температуру океанов, получать детальные прогнозы глобальных климатических изменений. Спутник – тоже кирпичик в арктическом фундаменте, ведь на основе его прогнозов будут составляться планы о строительстве инфраструктуры и ледоколов, необходимых для проводки судов через Севморпуть. Теперь, перед тем, как рассказать о аварии на аппарате АЭС-31, разберём одну намечающуюся стройку. В нашем прошлом выпуске мы рассказывали о проекте строительства так называемого православного Ватикана за 140 млрд рублей. И хотя он остаётся всего лишь проектом на протяжении последних 12 лет, многие комментаторы высказались за то, чтобы в стране больше средств направляли на науку и в частности космос. И вот на днях был определён застройщик по проекту, который можно было бы назвать «космическим сердцем России». Речь о переустройстве заброшенных территорий НПЦ имени Хруничева в Москве. Сборка ракет переносится из столицы в Омск, что позволит оживить региональную экономику. А по поводу освобождающихся территорий долгие годы шли споры. Бизнес хотел забрать лакомый кусок под строительство жилья, но в начале года было принято решение создать на территории завода национальный космический центр, а оставшуюся часть неиспользуемых территорий выделить для научно-производственного кластера столицы. К 2022 году сюда переедут головные подразделения почти двух десятков предприятий ракетно-космической отрасли, расположенных сейчас в других районах города. Предполагается, что там будут работать около 20 тысяч сотрудников Роскосмоса, а ежегодная экономия для госкорпорации составит 607 млн рублей. Примерно 50 гектар сохранится под существующее производство. Объём необходимых средств оценивается в 150 млрд рублей. По площади застройки новый проект будет сопоставим с известным кварталом Москва-Сити и, безусловно, станет таким же символом как Москвы, так и России. Кстати, на канале нашего дочернего проекта «Россия-360» вы можете совершить виртуальную экскурсию по Москва-Сити в формате 360 градусов. Ссылка на ролик приведена в описании. В результате пожара на борту атомной глубоководной станции АЭС-31 погибло 14 членов экипажа и это, безусловно, огромная потеря для страны, несмотря на то, что сам аппарат удалось спасти. Событие вызвало вал спекуляций в прессе и блогах во многом из-за атмосферы таинственности, окутавшей историю. Действительно, сам подводный аппарат и его работа относятся к категории гостайны. Известно, что это мини-субмарина, способная работать на глубине 6 км, размещать на дне оборудование, брать пробы грунта и многое другое. Какими именно исследованиями занимался экипаж в момент трагедии неизвестно. Но известно, что в 2012 году с помощью АЭС-31 с 2-х километровой глубины были взяты образцы породы, которые впоследствии использовались России в качестве доказательства принадлежности хребта Ломоносова и Менделеева к российской части континентального шельфа. Напомним, что мы уже много лет пытаемся доказать в ООН наше право на огромные арктические территории, хранящие 13% всех мировых запасов углеводорода. И, как мы рассказывали недавно, в апреле достигли первого успеха – подкомиссия ООН признала наше право. Однако впереди ещё большая исследовательская и юридическая работа. То есть АЭС-31 – это ещё один кирпичик в нашем арктическом проекте. Авария совпала с выходом в прокат европейского фильма «Курск» об аварии российской подлодки в 2000 году. Сам фильм снят в привычной манере – российские власти в нём выставлены бездушным взлом, главный хороший парень – это британский адмирал. А попавшие в ловушку русские подводники умирают из-за того, что напились водки и устроили пожар. Теперь о выводах из всех этих историй. Россия реализует масштабный проект освоения Арктики, сравнимый с освоением космоса. Россия располагает технологиями и средствами, недоступными остальному миру. Россия претендует на обладание последней углеводородной кладовой на планете. Планы России вызывают беспокойство у других стран, а действия подвергаются спланированным информационным атакам, которые обычно предшествуют атакам политическим. Россия не свернёт с этого пути, а значит, противодействие будет нарастать с каждым днём. Теперь о героях-подводниках. Из 14 погибших членов экипажа – семь капитанов первого ранга, двое – Герои России. Все они состояли в специальном отряде подводников, которых по аналогии с космонавтами называли «ядронавтами». И неудивительно, потому что их служба ничуть не уступала по опасности работе в космосе. Каждый день их работы был подвигом, включая последний. Капитан второго ранга Дмитрий Соловьёв в момент ЧП успел вывести из аварийного отсека гражданского специалиста, задраил за ним люк, чтобы огонь не распространился на всю лодку и вернулся к команде бороться за её спасение. Благодаря самоотверженным действиям гидронавтов уникальный аппарат удалось спасти. Дмитрий Соловьёв и его сослуживцы погибли, с честью выполнив свой последний долг. Все они награждены посмертно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова